Коллеги, добрый день! Рада вас всех видеть. Давайте проверим и мою связь тоже. Если все хорошо, поставьте огонечек слева от чата, вот здесь вот внизу, где уже огоньки появляются. И я надеюсь, что такое качество звука и картинки у нас будет до конца нашего вебинара. Ох, сколько огонечков! Замечательно! Давайте же мы начнем. Вот такую интересную тему, которую я назвала «Дети без границ». Речь пойдет о том, чтобы помочь ребенку сформировать его личные границы и, конечно, защитить свои. Потому что, наверное, вы со мной согласитесь, у нас в системе образования с границами пока очень плохо. На самом деле так. И границы нарушаются во все стороны. На самом деле так не может быть, что кто-то один, какой-то один участник нарушает свои границы, а другие не нарушают. Это обычно обоюдный процесс. И здесь, чего греха таить, мы сами, педагоги, даем детям пример, как можно нарушать личные границы. И еще один интересный момент, который я заметила. Сейчас у нас дети становятся психологически подкованными. Все беру в кавычки. Что это значит? Они прекрасно знают такие психологические термины, как «токсичная личность», «мои личные границы», «неприкосновенность личных границ» и оперируют этим направо и налево, сбивая с толку родителей. Родители прибегают к нам и спрашивают, что делать с этими личными границами. Не обращать внимание, обращать внимание, как ребенку объяснить, что это такое на самом деле, и как сделать, чтобы ребенок в наши личные границы не лез тоже. То есть не отталкивать его, когда он забирается в наши личные границы, а обоснованно сказать, почему нет, почему мы не разрешаем этого делать. Вот давайте попробуем разобраться. В чем сложность? Сложность в том, что эта тема такая аморфная. Вроде бы личные границы знают все, но на самом деле никто их практически не видел, потому что кроме телесных и, может быть, территориальных, другие личные границы, они у нас на физическом уровне не обозначены. Их нельзя потрогать, пощупать, а они существуют. Поэтому сначала мы с вами разберемся с видами границ, какие они бывают, и вы потом можете эту информацию передать детям и родителям, потому что когда начинаешь разбираться с видами границ, то все становится более-менее понятно и прозрачно. И на этом этапе люди начинают видеть, когда их границы личные нарушены. После этого мы перейдем к истории развития личных границ в процессе роста ребенка. И это тоже интересная информация, потому что на каждом этапе взросления личные границы ребенка выглядят несколько по-другому. И здесь очень важно вовремя менять вот это вот расположение личных границ родителей ребенка, педагога ребенка для того, чтобы ситуация развития для ребенка была благоприятной. И еще я сегодня хочу рассказать про очень интересную методику, в которой мы с ребятами работаем, в теме личные границы. И она помогает ребятам, ее можно использовать с детьми разных возрастов, адаптируя под свои цели. И эта методика помогает ребятам увидеть, а где действительно личные границы нарушаются, а где нет. Ну и в конце я расскажу про несколько уже опробированных, отработанных игр и упражнений на тему личные границы. Вот такой у нас план на сегодня, план грандиозный, поэтому давайте попробуем его выполнить. Итак, что такое личные границы? Это некая черта, физическая или условная, которая проходит между отдельными личностями, между личностью и окружающим миром и между частями окружающего мира. Кстати, личные границы можно провести внутри себя, потому что есть часть личности, с которой мы остаемся наедине, есть часть личности, так сказать, общественная, и это тоже границы. Для чего нужны границы? Они нужны для того, чтобы мы четко и ясно могли ощущать, где я, а где не я. Где есть мои мысли, где мысли другого человека, где эмоции мои, где эмоции другого человека. Где мои убеждения, где навязанные, где мое пространство, время, чувства, а где то же самое, но другого человека. Это тоже очень важно. Такие виды личных границ бывают. Первая, самая простая, это личная граница физическая, это границы нашего тела, которая проходит по всей нашей коже, и у нее есть свои функции. Защита от неприятных прикосновений, защита от повреждений кожи, защита от других повреждающих факторов. И с точки зрения личных границ, именно физической личной границы, прикосновение к телу любого человека, оно должно быть максимально добровольным. То есть, если ребенок уже в таком осознанном возрасте, это где-то лет с трех уже происходит, то прежде чем, например, его обнять и потискать, хорошо бы спросить его разрешение. Следующее, это эмоциональная граница. И вот здесь она физически не видна. И очень часто эта граница у нас, к большому сожалению, стирается. Что дает эмоциональная граница? Во-первых, защита от сильных эмоций других людей. То есть, это наше собственное умение противостоять, например, гневу другого человека, противостоять обиде другого человека или даже горю и скорби другого человека, помогая ему, но не входя полностью, вот как в море, в эти чувства. Дальше, это защита от бестактных вопросов, которых у нас окружающие задают огромное количество. Ну, среди самых бестактных вопросов, наверное, можно назвать такие, когда замуж, когда за ребеночком, когда за вторым ребеночком, сколько ты получаешь, где твой мужчина, где твоя женщина и так далее. Дети тоже задают бестактные вопросы, но и мы, взрослые, не всегда бываем тактичны. И можем, например, выспрашивать что-то про семью ребенка, и он будет в этом случае очень стесняться и смущаться, душой понимая, что это граница, но не решаясь нам сказать нет. Здесь же защита от сильных переживаний и эмоциональная граница показывает пределы допустимых для нас эмоций, которые мы можем испытывать и оставаться при этом цельными. Духовная граница – это то, что мы отстаиваем в духовном плане. Ценности, идеалы, выбор религии, выбор понимания смысла жизни. Интеллектуальные границы – это наш опыт, знания и мысли, интеллектуальная собственность и убеждения. Про интеллектуальную собственность – это тоже очень интересная история, потому что сейчас приходится ее очень сильно оберегать. Ну и у всех, у всех границ есть свои функции. Несколько функций, которые эти границы выполняют. Первое – это функция невпускающая. Вы можете сейчас слушать и себя анализировать, выполняют ли ваши личные границы свои функции. Невпускающая – это умение сказать «нет» тому, что вам не нравится или как-то может навредить. Это функция, которая обеспечивает внутреннее ощущение безопасности. И здесь важно не уйти в сильный плюс и в сильный минус. Потому что сильный минус, например, это будет, ну, отсутствие вот этой функции, это будет такая сверхтолерантность, когда мы терпим все неприятные запахи, крики других людей, какую-то информацию, которую нам пересказывают люди непонятно зачем. Какие-то обязанности, которые нам дают безоплатно абсолютно, да, и много-много всего. Ну и перевес на другую сторону, когда такая граница сильно в плюсе, то это ситуация, когда человек на все говорит «нет» и, может быть, какие-то приятные вещи в свою жизнь не пускает. Вспомните фильм «Всегда говорит да». И если вы его не смотрели, посмотрите. Это как раз про умение впускать. Следующее впускающее – это функция, ну, прямо противоположная. То, что отдает нам возможность контактировать с другими людьми и с миром, обмениваться энергиями. И здесь это основной навык – способность открываться и говорить миру «да». Сейчас параллельно в другой программе веду такой тренинг по финансовой психологии. И там мы из участниц буквально вытаскиваем такие умения и навыки, как рассказать про себя – это необычайно трудно. Написать, допустим, статью в ВКонтакте на своей стене, рассказать про свои успехи – необычайно трудно. То есть вот впускающая функция не работает. И если мы не создаем себе вот этот контакт с миром, то тогда мы себя обедняем, но и мир обедняем тоже. У детей тоже часто не работает, особенно у застенчивых. Вбирающая – это функция активная. То есть это способность открыть, как бы, свои границы и взять себе все, что нам нужно. Попросить о помощи, сказать, что мне это надо, сказать о своих нуждах, не прибегая к разным манипуляциям, то есть абсолютно открыто сказать – мне это необходимо, мне это нужно. Ну и параллельная функция – отдающая. Это та функция, которая позволяет нам тоже очень спокойно и без особой такой жадности отдавать людям что-то свое и не чувствовать себя при этом обедненным. Здесь самое главное – отдавать то, чего много. То есть это возможность опять-таки проявлять себя, свою личность, себя вот в этом мире. Ну и смотрите, как это у нас разворачивается у деток, выбирающая – отдающая функция. И каким образом вот эти функции могут быть нарушены еще в раннем детстве. Все, наверное, знают про ситуацию в песочнице. В любой песочнице это происходит, когда дети начинают играть. И случается так, что, например, совочек одного ребенка забрал другой ребенок. И хозяин совочка свою вещь возвращает, чтобы неповадно было лупить совочком по голове. Что говорит мама этому ребенку? Тому ребенку, который отнял свой совок и теперь уже защищает свои границы. К сожалению, не 8 из 10 мам, наверное, примерно так скажут. Как тебе не стыдно? Нужно делиться. Если не будешь делиться, то с тобой играть не будут. Да, поставьте огонечек, если вы видели, слышали или знаете про такие ситуации. Вот здесь ребеночек может среагировать по-разному. Если у него с рождения сильный характер и независимость, тогда он скажет, делиться не буду ни за что, и будет устраивать прекраснейшие скандалы, пока мама не отстанет. Но это если сильный, очень сильный ребеночек. А если не очень, у меня был клиент в возрасте 40 лет, мужчина, который отзывался на любую просьбу помощи от всех друзей, приятелей и просто малознакомых людей. И он искренне считал, что помогать людям надо. Вот. До тех пор, пока уже не пошла психосоматика, с которой мы, собственно говоря, и разбирались. То есть там спина посыпалась, ноги и так далее. И очень долго, очень долго пришлось его убеждать, что не нужно отдавать все свое, что это не очень хорошо, что тебя после этого не будет мир больше любить. Зато можно меняться ресурсами, ну то есть просто просить плату за свою работу. В результате он так начал делать, и как ни странно, никто, то есть вот эти вот люди по прошайке, которые перешли в разряд клиентов платных, они никуда не делись в большей части, и они сказали, да, конечно, конечно, ты вот это классно делаешь, он, правда, хороший мастер, вот тебе деньги, спасибо за свою работу. Вот. Но это одна из историй, которые я помню очень долго за своей работой. Вот. Поэтому с этими функциями очень-очень осторожно. Функция такая еще спокойно нейтральная – это умение выдерживать свое «я», умение отдыхать наедине с собой и переваривать информацию, то есть умение быть в своих границах. Вот основные функции, и эти функции у нас начинают выращиваться в детстве под воздействием воспитания и под воздействием того, что делают родители с ребенком. Давайте небольшой практику. Я сейчас буду рассказывать краткие истории, а вы будете говорить, о какой функция границ была нарушена. К мамочке в гости приходит приятельница. У мамочки девочка трех лет, очень миловидная. Я пока вот презентацию листаю, чтобы вы могли повторить. Миловидная девочка и приятельница говорит, «Ах ты моя красоточка, ах ты умничка, ах ты прелесть, иди сюда, я тебя пообнимаю». В результате она начинает тискать девчушку, девчушка с характером, поэтому знакомый прилетает трамвайчиком по голове, тяжеленьким. И после этого мама говорит, «Ах ты такая нехорошая, почему ты так плохо поступаешь, немедленно извинись». Извиняться девица не стала, залезла под кровать. Вот такая вот история. Как вам кажется, какие границы тут были нарушены? Какие функции? Не впускающие. Да, физические границы, функция впускающая, не впускающая, вбирающая, отдающая, либо спокойно нейтральная. Не впускающая. Да, вот видите, как все просто. Когда знаешь вот эти вот пять функций, то можно и в своей жизни очень точно отслеживать, а какие границы нарушаются. Вот вам еще примерчик. Вы сидите, например, в кафе, и вы договорились со своим партнером по работе, что вы там в кафе встретитесь и что-нибудь обсудите. Вот. И проходит уже 15 минут от начала встречи. Партнер не является, зато он звонит и пишет, «Ты меня, пожалуйста, подожди, я тут в пробке. Я через 45 минут приеду. Подождись меня, пожалуйста». Здесь какая граница нарушена? И какая функция? Отдающая, вбирающая, спокойно нейтральная, да. И здесь еще временные наши границы, да, может быть, здесь у меня нет на слайде, но это вот граница времени, да, есть она, то есть распоряжение личным временем. И ваша граница времени, да, точно, абсолютно, она была очень жестко нарушена. Ну и сейчас, я думаю, что вы будете в своей жизни вспоминать много-много случаев, когда действительно происходили нарушения границ. Вот. Эта система очень простая, и по ней удобно анализировать вообще любую ситуацию с границами. Давайте будем двигаться дальше. И еще немножко теории. Но вот эта теория, она опять-таки некий такой сгусток нужного, и она очень полезна для того, чтобы и говорить с детьми, и разбираться с собой. У нас есть разные люди в нашем окружении, и поэтому мы ребятам еще даем такое понятие, как уровни доступности. Когда мы начинаем об этом говорить? Когда дети приходят на занятия и, например, говорят, а меня все время предают друзьям. Это очень плохо. А потом следом приходят их родители и говорят, что такое происходит, моего ребенка все время предают друзьям. Начинаем выяснять. И получается так, что ребенок, например, встретил какого-то другого ребенка. Они во дворе поиграли в одну игру, договорились на вторую игру, потом второго ребенка позвали домой, и он ушел. И наш ребенок расценивает это как предательство друга. И вот когда мы даем уровни доступности, то он понимает, что самого факта предательства просто не было, потому что друга еще не было, потому что все наши контакты делятся по близости к нам на несколько категорий. первое, это незнакомые люди. Люди, которые встречаются нам на улице, в поезде, в автобусе, в магазинах, в разных учреждениях. Мы их не знаем, но мы здесь тоже выдерживаем определенные границы. И есть определенный этикет общения с незнакомыми людьми. И он не всегда такой гласный, мы не всегда это говорим, но он есть. Но, по крайней мере, мы стараемся в общественных местах не нарушать границы других людей. Например, не шуметь, не приносить с собой какие-нибудь неприятные запахи, не обсуждать какие-то детали нашей личной семейной жизни, не носить одежду, которая не соответствует ситуации. Ну и, например, не толкаться, не пихаться, не кричать на людей и так далее. Это правила этикета. То есть с незнакомыми людьми у нас границы регулируются этикетом. Это очень просто. И детям это понятно. С незнакомыми людьми у нас общее это пространство, ну и некая культурная ситуация, в которой мы живем. Следующее. Знакомые люди и деловые партнеры. То есть это могут быть деловые партнеры ваши, если вы свою ситуацию анализируете. А у детей деловые партнеры это их группа детского сада и это их школьный класс. То есть это ребята, которые связаны с собой еще и общими делами. И вот здесь у нас уже в борьбе, вернее так, в танцах на границах вступают в действие немножко другие законы. То есть мы с партнерами по работе и по учебе и по игре обмениваемся гораздо больше информации. И здесь у нас сохраняется как бы с предыдущего уровня этикет, но здесь добавляется еще что-то. Что-то еще добавляется. Но, например, это общие цели, общие задачи и общие интересы. И здесь у нас добавляются правила командной работы, умения работать в команде. Ну и, собственно говоря, здесь что добавляется? Выслушивать другого человека, высказывать свою точку зрения, не перебивать, делить работу на части и так далее. Здесь нас с этими людьми объединяют общие дела. Движемся дальше. Друзья и приятели. Мы с детьми еще разделяем друзья и приятели и говорим, что приятели это те люди, с которыми ты можешь обменяться мнениями, ну, например, на такие важные темы, как компьютерные игры, например, какой монстр круче Хаги-Ваги или Вилли Килли, не помню их имена, честно говоря. Вот, какие машины круче. Ну и, например, где можно купить детские наборы косметики, если там девчонки обсуждают. Вот, а с друзьями мы уже обмениваемся другой информацией. Если с приятелями мы обмениваемся информацией по интересам, здесь у нас уже общие интересы какие-то, которые не касаются работы, то с друзьями уже образуются близкие отношения, а близкие отношения это умение выдерживать другого человека, даже если он от тебя отличается. Вот в приятельстве это не требуется. В приятельстве, если там сильно человек другой, ты уходишь из приятельства и все. В деловой жизни тоже, но другое-другое. В дружбе это умение очень важно, и поэтому часто у ребят дружба рушится, едва начавшись, потому что у них нет умения выдерживать другого. Ситуация, когда я тебя не понимаю абсолютно, но принимаю, это как раз про дружбу, и это про любовь. Ну и близкие люди это семья. Подростки вам, конечно, возразят, и для них вот эти границы меняются местами на какое-то время, на время подростковости. У дошкольников именно так. Близкие люди это папа-мама, дедушка-бабушка, и здесь мы уже вот с этими людьми можем говорить о самом сокровенном. Например, делиться своими эмоциями, переживаниями, болезнями, разрешать прикасаться к своему телу, когда, допустим, это тело лечат или это тело приводят в порядок, что касается маленьких деток. И здесь уже ближе. И как вам кажется, есть ли еще более близкая категория людей, про которую мы говорим? Вот, мы уже с вами выделили незнакомцев, деловых партнеров и знакомых, выделили приятелей, друзей, близких людей. А кто еще? Как вам кажется? Есть ли еще у нас границы вот поблизости, дальности от других людей? Коллеги, очень далеко. Да, это я. И абсолютно точно я. Это граница, в которую мы никого не впускаем. Не впускаем даже самых близких людей. И вот эта граница, она начинает формироваться в раннем школьном возрасте и к моменту подростковости достигает своего пика. Это тот момент, который мамы очень тяжело переживают, когда нельзя зайти в комнату, нельзя влезть в портфель и даже по оценке не сообщают, что там происходит. Очень страшно, тревожно. Ребенок охраняет свои границы. Вот. Ну и теперь, когда мы про категории проговорили, теперь мы еще с ребятами обсуждаем такие вещи, как условия перехода границ. И даем два таких понятия. Право на чтение и право на редактирование. Смотрите, что такое право на чтение? Это право получить от нас информацию, передать свою информацию в неизменном виде. Вам иногда, наверное, тоже передают какие-то документы по почте, по электронной которой вы не вправе менять. Да, вам передают документы, говорят, ты можешь ознакомиться, или вы можете ознакомиться. Менять ничего нельзя. Так как есть, нужно вернуть обратно. А могут вам передавать документы и сказать, вот здесь как бы набросок чего-нибудь, например, плана, программы, мероприятия, сценария. Добавь, пожалуйста, что ты считаешь нужным и вышли обратно. Так вот, первый момент – это право на чтение только познакомиться с информацией. А второй – это право на редактирование. На редактирование, то есть внесение каких-то изменений. Ну и понятно, что в зависимости от близости и дальности у нас права на чтение и права на редактирование будут абсолютно разные. И также вот все это зависит от того, сколько лет ребеночку. Не устали еще от теории? Сегодня такой несколько теоретический вебинар, но опять-таки моя задача поставить именно, вот дать вот именно систему, по которой вы можете работать с любыми личными границами. Как же происходит у нас в детстве? Личные границы взрослого и ребенка, мы сейчас, конечно, говорим про родителей в начале, да, они на протяжении жизни ребенка претерпевают разные изменения. И здесь задача родителей всегда реагировать на то, что ребенок уже перешел в другой период и плавненько эти границы менять. Первый этап развития границ у человека – это слияние. Красненькое – это ребенок, синенькое – это мама. То есть здесь мама и ребенок – это практически еще один организм с одной кровеносной системой. И слияние происходит от зачатия до рождения. Вот. Здесь общие эмоции, потому что ребенок слышит эмоции мамы. Общий голод, может быть, общее недовольство тем, что что-то невкусное поступило в кровь и так далее. Ребенок пока еще полностью подчинен маме. И с одной стороны, смотрите, вот эта граница, она дает полную безопасность, полнейшую. А с другой стороны, она дает мало возможностей для того, чтобы действовать самостоятельно. Ну, максимум – это пяточка, и мама упоминает в животик. Следующий этап – это контейнирование. Вы знаете, что человеческие детеныши рождаются очень беспомощными. И поэтому маленький ребенок, хотя он теперь отделен от мамы, да, он родился уже, он еще без нее прожить не может. Поэтому мама как бы контейнирует, ласково обнимает, но здесь уже у ребенка есть возможность проявить себя, да. И первое, что ребенок начинает проявлять – это эмоции. То есть как-то дети на таком подсознательном уровне очень быстро понимают, что со взрослыми нужно общаться эмоциями. И если покричишь, то тебя быстренько возьмут, покачают, дадут что-нибудь вкусненькое и пеленочки сменят. Вот. А если еще маме улыбнешься, тогда мама зависнет над кроваткой надолго и будет с тобой общаться. Чем больше улыбаешься, тем больше мама общается с тобой. То есть здесь возникает первое такое понимание у ребенка, что он и родители – это разные люди. Ну и, наверное, вы сами можете додумать, не хочется говорить банальности в профессиональной среде, что будет, если контейнирование будет сильно в плюсе или сильно в минусе. То есть сильно в минусе – это ребенок, которого не оберегают, его положили в кровать, и он может там 3 часа кричать, пока не охрипнет. Вот. Здесь у ребенка нарушается ощущение безопасности и возникает ощущение, что его эмоции никто не слышит. Но опять-таки, если мамочка не дает ему протычаться, то есть он открыл один глаз, а мамочка уже здесь, то это скорее не контейнирование, а предыдущий этап – слияние. И если мамочка очень тревожная, то слияние может длиться долго, иногда лет до 50. Так тоже бывает в нашей жизни. Следующее. Раннее детство – контакт с перекрывающими полями. То есть наш красненький кружочек ребенок уже способен на многое. И здесь он уже способен на какие-то такие важные вещи, например, как самостоятельно покушать, одеться, выбрать еду, если родители разрешают, выбрать одежду, опять-таки, если родители разрешают, и остается еще некая связь с слиянием, потому что ребенок пока еще не может проявить свою волю и, скажем так, спланировать свою жизнь. Вот. И здесь родители оставляют свои границы в сфере волевого развития. Они говорят, когда вставать, когда идти в садик и так далее, хорошо бы к этому моменту дошкольное детство уже дать ребенку возможность свои границы почувствовать в других сферах. Такие как, например, границы вкуса, может быть, границы времени, ну и все остальные границы. Следующее. Контакт-связь с четкими границами. То есть мы связаны, мы, ну, можно сказать, что мы идем за ручку здесь, да, но это уже разные люди, каждый со своей границей. И вот контакт-связь с четкими границами это состояние взрослого, ну, выросшего уже ребенка и его родителей. То есть они ощущают близость, они ощущают свое родство, но в то же время каждый дает другому быть самостоятельным человеком. Вот. Ну, то есть на протяжении всего детства детки проходят несколько уровней индивидуации, когда они какую-то границу отстаивают себе. И вот с точки зрения психоаналитики, у психоаналитиков есть такой подход к развитию и лечению психических состояний детей. То есть есть такая теория о том, что если граница вовремя не закрыта, то у ребенка возникает какое-то психическое состояние, которое потом требует вмешательства. Вот. То есть, допустим, на уровне тела, вот первое, если ребенок по каким-то причинам не понял, что он и его родители, окружающий мир, это разное, а думает, что это одно и то же, тогда он не понимает, например, зачем ему речь, зачем ему общаться с другими людьми, потому что он и другие люди, это одно и то же, зачем? Вот. Он не понимает, почему нужно улыбаться другим людям, смотреть другим людям в глаза, а еще он не чувствует свои границы и постоянно их подтверждает, ну, например, битьем о стены. О ком я сейчас говорю? О какой ситуации? В глаза не смотрят, речь не используют, общаться не любят, об стены бьется. Аутизм, да. Вот. На уровне эмоций. Не научился различать своей и маминой эмоции. Вот. Для того, чтобы почувствовать эмоции, нужно вызвать эмоцию другого человека. Ребенок начинает бесконечно докапываться просто до других с целью вывести их на сильные эмоции. Потом наблюдает и наслаждается. Ну, это вот психотические такие реакции. На уровне мыслей. На уровне мыслей, когда ребенок не понимает, где его мысли, где другие, то есть не может свои мысли отличить от мыслей других людей. И внутри себя как бы не настраивает вот эту вот иерархию мыслей. Иногда ему кажется, что внутри него сидят два или три человека. И он начинает слышать их мысли тоже. И это уже такие шизофреноподобные реакции. Социальные роли. Следующая. То есть выйти на свою собственную социальную роль. Близкие отношения. Внутреннее представление о себе. И внутреннее представление об устройстве мира. Ну и смотрите. Социальные роли. Этот уровень индивидуации проходит в подростковом возрасте. Близкие отношения. То есть умение быть в близких отношениях, но не сливаться в зависимость. Это ранняя молодость. Внутреннее представление о себе. Это так называемый кризис среднего возраста. От 30 до 40. Кто проходил, тот знает. Ну и ближе к 50 кризис мировоззрения. Это внутреннее представление об устройстве мира. То есть мы всю жизнь свои границы постепенно простраиваем. Разные границы. Постепенно отходим от своих родителей. Потом отходим от... Ну границы простраиваем между собой и обществом. И потом выстраиваем некие отношения между собой и Богом. Вот. Но не буду больше о философии. Вот такая вот у нас картина получается. И самое главное, что мы можем посоветовать родителям. Чтобы ребенок смог создавать свои личные границы, взрослые должны позволить ему закрыть границы на каждом из уровней. В 3 годика убежать от мамы. В 3 годика не есть то, что ему пичкают. Не одевать одежду, если она ему не нравится. В 7 лет сказать маме, ты не права, а учительница права. В возрастовом возрасте сказать, мам, я пошел гулять с друзьями. Пожалуйста, я приду в 11 вечера. Не звони мне. Это мое личное время. В раннем возрасте, в ранней молодости закрыть границы с родителями, создать свою семью. И не пускать туда родителей, даже если они сильно лезут. Ну и так далее. И вот очень много психологических проблем происходит из-за того, что родители вот эти самые ключики от границ боятся отдать. Ну, это очень длинная тема. Вот. О чем еще нам с вами важно поговорить? О том, что такое границы в семье. Потому что дети опять-таки приходят из семьи к нам. И что там происходит с границами, вы очень быстро узнаете по поведению детей. Потому что как они привыкли свои границы в семье простраивать, так они будут простраивать границы и с вами. Что это такое? Какие бывают виды границ в семьях? Бывает семья-крепость. То есть мы все свои, мы друг друга поддерживаем. И мы все вместе защищаемся от очень страшного, очень ужасного окружающего мира. Помните семейка Круз? Вот как раз картинка из этого мультика. Когда там при любой опасности папа кричит опасность. И они все раз в такой комок сворачиваются. И наружу только выставляют там палки, зубы и так далее. Защищаются. Вот, таких семей очень много. И внутри этих семей границы между людьми, они как раз практически отсутствуют. То есть мы все одна семья. Мы здесь защищаемся от ужасного, опасного мира. Какие могут быть границы между нами? И здесь как раз внутри очень много нарушений границ между людьми и семьями. Из такой семьи очень трудно выйти. Например, уехать в другой город. Например, выйти из династии, где все были врачами, и стать художником. Вообще безумно трудно. Трудно уйти от контроля заботы. В эту семью очень трудно войти. Новым родственникам. И очень трудно войти деткам, даже когда они рождаются. Потому что их будут, ну вот как буртинку, строгать под эту семью. И личных границ нет. Вот. Следующий вид семьи – это открытая семья. В этой семье двери дома всегда для всех открыты. Законов нету никаких. В семью легко зайти и выйти. Часто меняют друзей, брачных партнеров. Причем там два бывших мужа и настоящий муж могут дружить и вместе на рыбалку ездить. Вот. Меняют место жительства. Кочующая такая семья. Но в то же время там жесткие личные границы. Пример. У меня есть знакомая семья Бардов. И, допустим, в эту семью могут приехать друзья. Причем они могут позвонить и сказать, мы уже приехали, мы уже на вокзале. Нас 10 человек. Через 10 минут мы у тебя будем. И хозяйка очень спокойненько расстилает надувные матрасы и готовит еду на всю эту рау. При этом ее сын сделал замок на своей двери. И когда вот такое нашествие случается у людей с гитарами, он заходит в свою комнату, закрывает дверь на замок. И вот это его личная граница. Не входите, пожалуйста. Вот тоже такой вариант может быть. Ну и нормальные семейные границы – это когда внешние границы контролируются, но остаются открытыми. То есть ребенок в такой семье может привести друзей, мама поздоровается, тихонечко проконтролирует, что за друзья. Не опасны ли это элементы и потом отстанет от них, может быть, чаем попоят и все. Ну и внутри семейной системы выделяются свои подсистемы. Есть супружеская, то есть, например, с определенного возраста запрет ребенку на походы ночью в супружескую спальню. Есть границы братьев-сестер, то есть, какие-то секретики от родителей и так далее. Вот это норма. Ну и что еще в нормальной семье? Каждая подсистема может справляться с проблемами своими на своем уровне без привлечения родственников из другой подсистемы. Папа с мамой решают свои конфликты без привлечения детей, свекрови и тещи. Вот. Нереально, да? Потому что чаще всего бывает наоборот. Как только пошел конфликт, сил мало его решить и начинают привлекать всех. Дальше. У каждого члена семьи есть личная территория. Эмоциональное состояние одного человека не меняет эмоции других людей. То есть, ты приходишь домой грустный, тебя пожалеют, но грустить никто не будет из-за этого. Да? То есть, тебе сочувствуют, но никто не пытается точно так же погрустить. Ну и здесь, как раз в этой семье, очень глубокие и хорошие принимающие эмоциональные связи между родственниками. Ну и примеры нарушений границ в семье. Например, дети являются свидетелями супружеских скандалов. Бабушка приходит к молодой маме и дает советы. Младшая сестричка портит вещи старшего братца. Родители вслух при всех обсуждают внешность, вес, одежду, способности своего ребенка и так далее. Это тоже нарушение, но мы уже сталкиваемся с последствиями этих нарушений. Вот. Как воспитать человека с хорошими личными границами? Личное пространство, неприкосновенная зона и взаимное уважение. Контроль над своим телом, то есть здесь еда без принуждения, комфортная одежда. И дать возможность детям контролировать прикосновения. Вот. Я веду тренинговую группу, поэтому здесь мы, например, очень бережно к этому относимся. Прежде чем, допустим, взять рисунок ребенка, я его спрашиваю, могу ли я взять твой рисунок. Вот. Если мне кажется, что там что-то нужно поправить, я говорю, что вот мне кажется, что нужно сделать так. Но это мое мнение, ты имеешь право на свое. То есть постоянно подчеркиваем то, что у детей есть право на личные границы. Вот. Право быть собой. Ну и смотрите, есть у нас дети, которые к нам приходят из семей. И эти дети приходят с нарушенными личными границами. Вот сейчас вкратце пробежимся вот по этим как раз категориям. Первое – это ребенок-кумир. Это ребенок, у которого берущая функция, она гиперразвита, сильно развита. Вот. А отдающая функция, она не очень развита. То есть это ребеночек, агрессивно отстаивающий свое и то, что он считает своим. Это детки, которые проявляют эгоистичность и потом не понимают, почему мир в виде его сверстников не принимает так, как его принимали в семье. Клиентский пример, рассказанный вашей коллегой. Первый класс. Ребенок приходит в столовую, смотрит на обед и говорит, так, я пюре не люблю, поэтому я буду 4 котлеты и 2 компота. Все. Берет с тарелок 4 котлеты, складывает себе на тарелочку, берет 2 компота. Дети, конечно, в шоке. И начинают потом разбираться. И ребенок искренне не понимает, он это сделал не потому, что он злой, а потому, что он так привык. И он не понимает, что здесь нужно делить на всех. Вот. Это проблемная такая. Дальше. Ребенок, воспитанный по типу «Наша надежда». А вот здесь, как вам кажется, чьи границы нарушаются? Что я пока рассказываю про этот тип детей, а вы подумайте, чьи границы нарушаются и какие. Это ребенок, про которого родители говорят, вот у нас в свое время не было таких возможностей, мы тебе эти возможности дадим. Я в свое время не могла ходить в музыкальную школу, вот тебе музыкальная школа. У меня в свое время не получилось с бальными танцами, будут тебе бальные танцы, и только попробуй оттуда уйти. Тебя ждет чемпионство, куда ты бежишь. Это пример из фильма «Призрак российского». Если смотрели, то вспомните. Однозначно границы ребенка. То есть здесь ребенок своих границ не чувствует. И в чем это проявляется? В том, что у него полное отсутствие воли, он не знает, как действовать самостоятельно. У него на каком-то моменте нет желаний своих, зато есть мощное стремление к достигаторству и огромный страх не быть первым. Вот, тоже пример, когда родители очень сильно внедряются в границы своего ребенка, а он в свою очередь в своей группе, в группе сверстников, тоже начинает продавливать границы детей, как раз вот стараясь отвечать постоянно, стараясь победить любыми способами, даже запретными, с нарушением правил и так далее. Следующее. Тоже, чьи границы нарушаются? Козел отпущения. Жуткое такое слово, но здесь ребенок считается источником всех бед и несчастья в семье. Если бы ты не родился, я бы стала актрисой. Если бы не твои болезни в детстве, папа бы сделал карьеру. Это все ты. Из-за твоих двоек у бабушки инфаркт с инсультом. И здесь ребенок, на которого все это сыплется, да, тоже нарушение границ ребенка, прежде всего эмоциональных. И здесь попытка, образно говоря, запихнуть в границы ребенка то, что там быть не должно. То есть ответственность за взрослых людей. И эти детки такие очень робкие, безинфициативные, склонные к зависимостям. И очень часто они стремятся явно или неявно покинуть эту жизнь. Ведь это можно сделать по-разному, да. Можно каким-то таким резким способом, а можно просто, ну, например, постоянно есть сладкое. Или постоянно рисковать с собой, что тоже приводит к печальным последствиям. Вечный больной. Ситуация, когда болезнь ребенка используется как способ сплочения семьи. Очень много таких клиентских историй. То есть ребенка постоянно лечат и лечат. Идет внимание к болезням ребенка, страх за него. То в результате ребенок как бы в своих границах сжимается. И он боится из этих границ выйти, стать больше, шире. Потому что кажется, что он сделает один неверный шаг. И все. И какая-то жуткая болезнь его подстережет. И ему будет совсем плохо. Вот. Немножечко про диагностику. Интересные моменты диагностики. Как вы можете проследить, а что происходит в семье. То есть логика здесь такая. Вы видите ребенка со сбитыми личными границами, которые вообще не понимают, что происходит в этой сфере. И вам нужно понять причину, откуда что пошло. И тогда можно сделать вот такие вот очень легкие диагностические упражнения, которые вам покажут в целом, в общем, полную картину. Социограмма семьи. Когда мы просим ребенка нарисовать всех членов семьи. И чем важнее человек в семье, тем больше кружочек. И чем ближе ребенку этот член семьи, то тем он ближе к кружочку ребенка. И здесь посмотрите, насколько близко к ребенку, например, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Кого ребенок отодвинет на периферию. А кого добавит близко, может быть, собачку. Так тоже бывает. Но это вот повод поговорить об отношениях в семье. Очень информативный рисунок семьи. Чтобы не лишать его информативности, можно сделать рисунок семьи. Можно сделать рисунок семьи животных. Потому что дети психологически подкованы с раннего детства. И они знают, что рисунок семьи потом психолог или педагог будет анализировать. И они рисуют идеальнейшую картинку, которая будет неправдой. А вот вообще вот эти все диагностики, они работают с 4-5 лет, когда ребенок уже способен на какие-то аналитические выводы. А рисунок семьи можно с 3 лет. Когда ребеночек уже хоть чего-то рисует. Вот, то есть рисунок семьи животных вам даст всю картинку. Ну вот здесь посмотрите, например, рисунок эмоциональных связей. Видно, где нарушены границы. Где эмоциональные связи излишне сильные между тем и тем. Где эмоциональные связи слабые. У кого какое настроение. Кто с кем дружит. Кто против кого играет. Вообще все понятно. Дальше. Давайте еще несколько рисуночков. Вот такой вот рисуночек семьи. Да, здесь понятно, что ребеночек на периферии. И главное в этой семье это с бружески отношения. Родители главные. А ребенок где-то там уже вот. Не очень важный человек в этой семье. Тут тоже вообще все понятно. Здесь папа, мама и ребеночек. Ну и получив такой рисунок, уже стоит задуматься. И подумать, и не стоит ли этой семье помогать более активно. Вот такой вот страшный, ужасный папа. Вот, кричащая мама. И ребенок там тоже языки показывает. Вот. Теперь мы попробуем еще провести... Вести границы в профессиональной деятельности. Детские границы мы с вами поговорили. И теперь границы в профессиональной деятельности. Здесь тоже очень важно свои границы отстоять. При личных встречах, как это происходит? Как это можно сделать? Личная встреча с родителями. Прежде всего, вы никуда не уходите из официальных отношений. Даже если это ваши знакомые, даже если это ваши друзья, в пространстве учебного заведения или в пространстве детского сада у вас официальные отношения. То есть вы на «вы», полное имя или имя отчества, как принято. Ну, везде уже по-разному принято. Вот. И абсолютное уважение. Второе – это проявляем себя через экспертность. То есть мы не носители суждений каких-то, не носители оценок. Мы проявляем экспертное мнение. Мы говорим, как есть, как есть по науке. Дальше. Это взаимное уважение. Мы уважаем родителей, даже если что-то они не то делают, и просим такого уважения к себе. Это право на собственное мнение у родителей, полный запрет на скандалы и равноправный диалог. То есть, если, например, к вам приходит разъяренная мамочка и говорит, ну, пусть второклашка, да, и говорит, вы моему ребенку ставите плохие оценки, и это неправильно, вы делаете абсолютно не то. А мне еще про вас, ваши соседки сказали, что у вас с мужчинами все плохо, и вы замуж никогда не выходили, и поэтому вы не можете быть хорошим учителем для детей, и вообще вас где учили, в какой подворотне, и так далее. Вот здесь что вы можете сделать? Переходим на официальное отношение. Выдаем экспертность, то есть всю ситуацию в буквах и цифрах, и просим взаимного уважения. Не скатываемся в тот же самый базарный диалог, остаемся профессионалом. Официальное отношение и официальный стиль общения – это вообще такое универсальное лекарство от всех бед в общении. Второе, что вам еще, где вам нужно провести еще ваши личные границы? Это родительский чат. Напишите, пожалуйста, огонечки, у кого есть эти чаты, и кого они уже сильно напрягают, просто сильно-сильно. Вот у нас огонечки есть. Что мы можем сделать? Прежде всего, когда вы заводите родительский чат, напишите свод правил, что можно, а что нельзя. Например, нельзя спамить, нельзя обсуждать кого-то. Есть, но не напрягают, значит, Наталья, вы их правильно простроили. Вот, вы определяете часы работы этого родительского чата. Как-то я вела тренинг для педагогов, и люди были там от Москвы до Владивостока, и это было жестко, потому что Владивосток два ночи по-нашему начинал писать в этот чат, и если им не отвечали, то они очень сильно сердились, почему нам не отвечают, почему про нас все забыли. Поэтому приходилось тоже вот прям часы работы чата постоянно повторять и говорить о том, что тренер, он тоже иногда спит. Вот, прерывайте долгие обсуждения. Если там уже 100 постов про начинку пирога к выпускному, попросите людей собраться где-нибудь в другом месте, а не здесь, и начинки пирога обсудить. Сделайте отдельную электронную папку для образцов документов и бланков, и тогда вы просто даете ссылочку на папку, и там есть все. Даже если кто-то забыл скачать, он может скачать там на следующий день. Ну и можно использовать смайлики, не перебарщивая, конечно, чтобы разделить сообщения по темам. Ну, например, есть хороший смайлик с огоньком про какие-то очень важные срочные сообщения. Или смайлики с восклицательным знаком про то, что нужно знать всем. Вопросительный значок про то, что нужно пройти опрос, например. Вот. Ну и звонки по телефону, слава богу, их сейчас не так много, и поэтому вы можете вот прямо-таки на первом родительском собрании провести тоже границу, в каких случаях вам можно звонить на личный телефон, а в каких случаях нужно написать в чат. И обговорите время, когда отвечаете на звонки. Границы в отношениях с коллегами. Запрет на фамильярность. Не делитесь личной информацией. Установите тоже временные рамки для рабочей деятельности, особенно с начальством, это очень тоже полезно бывает сделать. И мило напомнить, что после восьми вечера вы не их сотрудник, а любящая мама, например. То есть просто не отвечать на рабочие звонки. И точно так же обозначаете личное пространство, то есть ваши полочки, ваши шкафчики, на которые нельзя, ваши программы, которые нельзя менять, ваши наработки, которыми нельзя без разрешения пользоваться и так далее. И четко очертите границы ваших деловых обязанностей, потому что здесь большие нарушения границ происходят. Что касается отношений с детьми. Вот когда процесс с границами сдвигается с места, когда вы говорите, «Ребята, давайте мы с вами создадим правила, по которым будем жить». Прошу прощения, выскочила нечаянно из... Вот, когда правила создаете, вы потом детей уже к этим правилам перенаправляете. Ну и объясняете, можно давать всю информацию, которая была в вебинаре, объясняете, что такое личные границы, и начинаете жить по законам вот этих личных границ. И всегда показываете четко свои границы и говорите «нет», когда дети их пытаются нарушить. Вот. Ну и я думаю, что мы сейчас с вами на этом остановимся, но когда вы скачаете презентацию, вы увидите на ней еще дополнительную информацию. там можно просто прочитать, это не обязательно, чтобы я пересказывала. И там типы деток, с которыми трудно устанавливаются границы, и как раз советы по поводу того, как, например, установить границы с жадиной, с липучкой, колючкой. Я же ребенком. Да, то есть я ребенок, мне все можно. Ну и дальше мы будем говорить о том, как сформировать личные границы. И я хочу показать вам одну очень интересную таблицу, о которой все это можно делать очень легко. Смотрите, что мы делаем с детьми, когда встает вопрос про личные границы, или с собой, когда там встает вопрос. Во-первых, делим все наши контакты на группы. Незнакомцы, знакомцы, приятели, друзья, родные, люди и я. После этого обговариваем санкции за нарушение границ. Да? Какие можно? То есть можно уйти из общения, можно сказать спасибо достаточно, или мне это не подходит. Если это не срабатываем, начинаем проявлять свои чувства, да, что мне не нравится, что это происходит. Потом вызываем человека на обсуждение, высказываем свое мнение, просто уходим, или противодействуем. Противодействие выглядит, например, если ты не перестанешь меня будить в 6 утра, я тебе не буду давать спать вечером. И вот такая вот табличка, автор Данил Макаров, и есть ссылочка на эту систему. Табличку нужно запомнить запомнить или запомнить с детьми. То есть вы просто вносите в эту табличку группы людей и анализируете вместе с детьми, а кому вы даете права, и какие права вы даете. Например, право на чтение для незнакомцев. Что может быть? Считать ваш социальный уровень через одежду. А право на чтение, например, для родителей, это знать про ваши глубокие чувства, которые вы испытываете. Ну и, например, право на запись или право на редактирование. Например, вы от незнакомца не готовы услышать критику вашей внешности, да? А от подруги, например, готовы услышать и даже можете им подругу попросить об этом. Да? Что, дорогая, скажи, пожалуйста, мне вот это платье идет или нет? И это будет право на редактирование. И вот таким образом для каждой категории ваших контактов вы записываете для себя или для деток, если с детками занимаетесь, какие вы даете права и если это право будет нарушено, то какие санкции вводятся. После этого все встает на свои места и вы получаете крепкие границы и у детей, и у себя. Ну и несколько упражнений. Сейчас буквально одну секундочку. Упражнение моей границы. Очень просто делается, то есть просто листочек бумаги, на котором кружок, и в кружочек ребенок вписывает то, что принадлежит ему, а в квадратик то, что ему не принадлежит. Во всех проявлениях. Упражнение таможня. Каждый ребенок себе придумывает страну, дает название и заселяет героями. После этого каждый для себя определяет таможенное правило. Кто может в страну въезжать, что можно привозить, например, нельзя оружие, наркотики, плохое настроение, а можно фрукты, радость и так далее. На каких условиях, что запрещено в стране и какое наказание ждет провинившихся. Это такой эмоциональный способ прожить свои границы. Разные телесные практики на границе тела. То есть некое телесное взаимодействие, когда мы телом показываем, приятно нам или нет. Например, упражнение «Иду навстречу». Детки его очень любят. Это задание на то, чтобы остановить глазами другого человека, когда он приблизился неприятно близко. То есть здесь работа глазами. Телесные границы. Теремок. Когда строится теремок из столов и стульев, и один ребенок-мышка помещается в теремок, и он вправе выбрать, кого он пускает в этот теремок и кого не пускает. А остальные должны быть вежливыми и не влезать в теремок силой. Упражнение, похожее на таможню, но вот с такой красивой начинкой упражнение «Моя галактика». Когда на большом листе бумаги детки придумывают свои планеты, населяют их существами и затем уже расселяют там живых существ на каждой планете и точно так же устанавливают таможенные правила. Вот, я надеюсь, что тема для вас была интересной. Был вопросик, я на него отвечу. Если постоянно спрашивать у ребенка разрешение, не станет ли ребенок эгоистом, кумиром и царьком? Нет, если вы адекватно параллельную границу тоже приведете. Какое? То есть, смотрите, вы у него спросили разрешение, и вы ему не разрешаете какие-то вещи или просите тоже спрашивать разрешение на какие-то его действия. То есть, всегда работа с границами, она идет параллельно. Да? Мы даем ребенку возможность защитить свои границы и защищаем свои. Вот, я надеюсь, что информация будет для вас полезна. Да, вот смотрите, здесь основная ссылочка вот на эту систему, она в презентации есть, она рабочая. Вы презентацию скачаете и из презентации перейдете. Про литературу поняла. Как мальчику отстаивать границы с девочками младше лет? Самое главное – не давать себя бить и не разрешать мальчику никому себя бить под предлогом, что они девочки, они слабее. Бить нельзя и все. То есть, не бить в ответ, например, а просто сдерживать удар. Он это может руку подставить и говорить, что меня бить нельзя. Все. Вот. Ну что же. Ой, про телефон я не могу не ответить. Смотрите, когда ребенок уходит в телефон и в компьютер, он тем самым отстаивает личные границы с родителями и он тем самым помогает себе личные границы нарастить. Я против того, чтобы отбирать телефоны и каким-то образом ограничивать. Если вам хочется ограничить телефон, предложите ребенку такие интересные вещи вне телефона, которые ему понравятся. Вот. В конце концов, вот мы с вами в детстве читали под одеялом книжки с фонариком. Я думаю, что многие. И убегали на улицу, не спросивши. И терялись, и прятались. Это то же самое отстаивание наших границ. Вот. Детки современные отстаивают именно так. Убегают в телефонные игры. Как быть с детками, которые не слышат с первого раза? Объяснять много раз. Спокойно и как заезженная дистинка. Ну что же, коллеги, если ребенок не завтракает, позвольте, конечно, позвольте и не обедать, и даже не ужин. В следующий раз он все снесет. Съест всю еду, которую вам предложить. Все. К сожалению, я должна сейчас закончить вещание. Всего доброго. До новых встреч. Приходите на вебинары еще. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин